Употребление и незаконный оборот наркотиков Клинический психолог Кабинета профилактики наркологических расстройств Краевого наркодиспансера Здравствуйте Здравствуйте И Юлия Сидорова, заведующая отделением медицинской реабилитационной зависимости Краевого наркодиспансера Здравствуйте Здравствуйте Ну, наверное, изначально задам традиционный вопрос Какова ситуация в Приморском крае и во Владивостоке с наркотиками? Если говорить о ситуации с наркозависимостью в Приморском крае То можно сказать о том, что количество употребляющих психоактивные вещества растет Это можно сказать и на основе статистики моего отделения Там значительно увеличилось количество употребляющих психостимуляторы И количество употребляющих непосредственно любые наркотики Хоть психостимуляторы, хоть другие наркотики Составляет в среднем две трети от всех поступающих То есть ухудшается все-таки? Ну, нельзя сказать, что ситуация прям сильно ухудшается, но рост наблюдается Вячеслав, есть что добавить? На ваш взгляд, какова ситуация? На мой взгляд, увеличивается количество, но падает обращаемость Если героиновые наркоманы приходили к нам довольно часто То люди, которые употребляют психостимуляторы, они, в общем-то, редкие гости И попадают к нам в основном под давление близких, друзей, Лиц заинтересованных в этой проблеме Сейчас есть такое мнение, что наркомания помолодела В чем это проявляется? В том, что интернет, доступность общения Все мы знаем, что появляются новые виды наркотиков Так называемые закладчики работают очень активно Это целая эпидемия, наверное, среди молодежи Это особенно развито Действительно ли это так? Хочется услышать ваше мнение Да, это беда на самом деле в отношении доступности получения наркотиков людьми И в связи с увеличением этой доступности Снижается возраст у потребителей психоактивных веществ Нельзя сказать, что прям совсем наркомания помолодела Но часть пациентов, которые обращаются за помощью Они действительно работоспособного возраста Это люди, которые начали свою профессиональную деятельность Закончили вузы И это как раз то поколение, которое приносит в казну валовый продукт И нам приходится встречаться с такой категорией пациентов Я добавлю Вы знаете, если брать школьников Я служу по классу своего сына По тем школам, куда я прихожу и работаю с молодежью Я скажу, что в школах наркотиков стало меньше На мой взгляд А вот основная масса потребителей Это люди в районе 30 лет Скажем так Средний возраст Средний возраст, да Сейчас стало модно заниматься спортом Иметь успех И иметь хорошую работу Красивое тело Красивое тело, да Очень много тренажерных залов открывается Они довольно прибыльные То есть вот той золотой молодежи Которая была в 90-х годах В начале 2000-х Которые употребляли героин Или нюхали его Их гораздо меньше Гораздо в десятки раз То есть все-таки тенденция ЗОЖа так называемого Она положительно сказывается на ситуации И действительно работает Я думаю, да То, что сейчас модно заниматься спортом Влияет в том числе на наркотическую ситуацию Ну, здорово, что такая альтернатива есть И возможность о себе заботиться При помощи спорта Она появилась в настоящее время Это, кстати, тоже очень сильно влияет Потом на тех людей Которые возвращаются К здоровому образу жизни После лечения Хотелось бы, чтобы больше было У нас бесплатных спортплощадок Соревнований, тренеров Особенно, которые бы Вот как в мою молодость Да, кожаный мяч был Золотая шайба Ну, я думаю Мы справились бы с этой сложной ситуацией Ну, по крайней мере, в разы Если уголовно наказывать За употребление наркотиков Как вы считаете? Вот есть мнение, что Из других стран, в том числе Есть некий положительный опыт Того, что Если это уголовно наказуемо Соответственно, люди боятся употреблять Потому что знают, что получат за это наказание соответствующее У нас не наказывают за употребление Некоторые уверяют, что если ввести Криминализировать употребление наркотиков То люди будут меньше употреблять Как считаете вы, как специалисты Действительно ли это может так положительно сказаться на ситуации? Ну, я не могу сказать, что в других странах Есть уголовная ответственность за употребление Там также уголовная ответственность связана с преступлениями Которые совершают люди в употреблении И тогда только к ним применимо обязательное лечение И в настоящий момент Если говорить о ситуации Здесь, в Приморском крае, в России Вот эта ситуация с обязательным лечением Она сильно помогает справляться с проблемой наркомании Потому что зачастую зависимые Особенно зависимые от психостимуляторов Они не сильно понимают, что у них зависимость А вредные последствия от употребления очень высокие Особенно это связано с уголовными моментами И им трудно самостоятельно прийти Трудно в силу стыда, вины И в то же время в силу того, что нет понимания, что с ними случилось Да, я же говорил, обращаемость стала меньше Да, вот Вячеслав про это говорил То есть люди просто не осознают, что у них зависимость Да, ну а вот ситуация с обязательным лечением И с совершением преступлений Что часто встречается у употребляющих наркотики Это как раз положительно влияет на то, что человек обращается за помощью У него есть возможность получить другую помощь То есть не сесть в тюрьму за употребление А возможность пройти лечение, после чего перестать употреблять И в дополнение еще скажу, что существует еще одна альтернатива Получить помощь тому человеку, который употребляет, но не обращается Можно получить помощь анонимно То есть существуют организации, которые мы знаем Куда можно обратиться и получить анонимную, правда платную помощь Единственная сложность и самое главное, наверное, в том Чтобы выбрать правильную организацию, правильный центр Потому что масса дилетантов, да и не профессионалов занимается этим вопросом Бывает даже переступая закон Поэтому здесь, конечно, нужна помощь специалистов Вот если они не обращаются к нам, в другие отделения Мы знаем уже их, это партнеры наши И мы рекомендуем те или иные центры Реабилитационные или лечебные Мне кажется, вы очень важный вопрос сейчас затронули Потому что действительно по городу висит огромное количество объявлений Я уверена, что вы их тоже видели Мы поможем нарко-алкозависимым и так далее Так вот, как отличить этот реабилитационный центр? Ведь не у всех есть возможность напрямую у вас спросить, к сожалению Вы знаете, вот из моей практики скажу так Приезжают пациенты, рассказывают, как идет процесс реабилитации И это уже влияет на рекомендации И еще есть несколько параграфов в структуре реабилитационного центра Обязательно должна быть программа Первое, что есть, это программа и специалисты, которые там работают То есть это дипломированные психологи, либо клинические психологи Должны быть работать консультанты Это люди, которые победили зависимость И сейчас не употребляют И выздоравливают там по программе, например, 12 шагов И обязательно должен быть врач-психиатр-нарколог Который бы помогал, увидел бы какую-то нозологию, если она есть Нозология, то есть болезни, которые сопровождают употребление Я бы тоже хотела дополнить здесь следующий момент То есть вообще, как в любой ситуации А подход к лечению зависимости, он, как в любой серьезной ситуации Он должен быть взвешенным И родственники, которые, или сами пациенты, которые встречаются с необходимостью лечиться Вот я бы хотела дополнить, что важно, чтобы почитали отзывы про этот центр И задавали вопросы специалистам по поводу их профессионализма Ну, это важно И вот если говорить о нашем центре, он оказывает бесплатную помощь государственную И там действительно работают специалисты, которые лицензированы, сертифицированы И прошли программу обучения, и мы отвечаем за свое качество лечения Я дополню Юлию Понимаете, какая штука? Мошенники тоже не сидят на месте Они точно так же начинают называть, что у нас есть в штате психологи Показывают их фотографии, дипломы Показывают врачей, психиатров, наркологов, что они закреплены Это реальные бывают люди Но они не оказывают никакого лечебного воздействия в центре То есть они практически там не появляются Может быть появляется недостаточное количество раз Там один-два раза в месяц Да, получают там небольшие средства за это Но центры эти позиционируют, что они работают с такими специалистами Конечно, это вот Безусловно, люди деньги на этом зарабатывают Да, очень тонкая здесь, тонкая грань отличия профессионального центра от дилетантов В общем, можно сделать вывод, что в первую очередь стоит обратиться в ваш центр А уже потом, если есть необходимость, да, можно даже с вами, наверное, проконсультироваться И продолжить реабилитацию Можно у заведующей, вот у Юлии Да, у нас консультации бесплатные для желающих пройти лечение Или просто получить информацию по зависимости Это возможно сделать, созвонившись по телефону, который вы видите в процессе нашей беседы И договориться о встрече и побеседовать Более того, хочу напомнить, что анонимно можно пройти лечение Не стоит бояться этого делать У нас тоже в кабинете мы работаем с несколькими партнерами Которые не входят в структуру только нашего диспансера А находятся в других регионах И также можно получить бесплатные консультации Наверное, на бесплатное лечение и направление получить И в то же время узнать о том или ином центре Там анонимным бесплатным Потому что основная, наверное, масса обращений по употреблению психостимуляторов Это все-таки обращаются родственники, а не сами пациенты Пациентов привозят тогда, когда они находятся Вот последние двоих привозили, они уже были в психозе То есть неадекватно тестировали реальность Вот видели, там галлюцинации были у людей Вот и единственная прямая дорога Это наше отделение интенсивного лечения Которое находится на Гоголя 35 Там специально есть палата для таких больных Которые находятся в таких состояниях Можно я тоже дополню? Конечно, конечно Обычный путь зависимого к лечению Он достаточно такой постоянный, повторяющийся Что касается психостимуляторов, которые в настоящее время распространены У них высокая наркогенность и способность вызывать психотические расстройства И поэтому многие из этих пациентов, только начавшие употреблять Их употребление сопровождается психотическими расстройствами Иными словами, это психбольные Да Какие могут быть проявления? Не могли бы вы немножко расчитывать? Это люди, которые неадекватно тестируют действительность И им начинает чего-то казаться Они начинают себя вести каким-то странным образом Могут, ну, такие вот, если такие люди там попадают к нам То обычно описывают, что они там бегали раздетыми Или как-то неадекватно себя вели Слишком интенсивно бегали Или наоборот, слишком были заторможены Но чаще всего бегают Я читала, что есть также сосредоточение на каком-то конкретном действии Вот большинство людей начинают искать жучки Что за ними следят, камеры и так далее Вот случай был, к нам папа привел парня Который новый, абсолютно, Мерседес за 4,5 миллиона Отверткой разобрал сиденья В общем, он там не откручивал, а просто выламывал Искал жучки, ему казалось, что за ними следят То есть у них наступает такой бред исследования И в этом случае им кажется о том, что с ними что-то должно ужасное произойти И такие люди, которые попадают, они действительно верят в то, что с ними это происходит Что за ними следят, что там вокруг них целая ЦРУ, КГБ образуется И этот бред, он достаточно долго лечится Поэтому пациенты, вот я говорила про путь попадания То есть они сперва попадают в отделение неотложной помощи Где важно эти психотические явления снять Потому что если их не снять, то это угрожает жизни самого человека Еще я хочу добавить, вот если о сложностях употребления Или о том, с чем встречаются люди употребляющие То, что в настоящее время наркотик обладает суицидогенным эффектом На нем многие пациенты отмечали, что просто возникает как позыв Или как импульс завершить жизнь сейчас и немедленно Если хотя бы зависимым будут знать про то, что это не их собственное решение А решение вследствие интоксикации, в которой они находятся в данный момент То это может быть позволит им тоже обратиться за помощью Есть еще дополнение, вот эти суицидальные вещи происходят тогда Когда человек только-только начинает употреблять наркотики И у него такое чувство возникает, что он всесильный, он все может Например, перелезть с одного дома на другой по телефонному кабелю И у нас такой парень с 14-й бригады спецназа разбился Да, многие из них действительно по неосторожности Обладая вот такими сверхспособностями, как им кажется Сверхспособностями, веря в это Совершают суицид, прыгают с крыши в надежде полететь или достичь там чего-то Но очень печально и важно про это знать Важно знать, что это не решение человека самостоятельное А решение вследствие того, что он под действием вещества находится Я бы еще рекомендовал бы родственникам реагировать Не ждать вот что-ли такой соломинки в виде согласия пациента Прийти за консультацией либо за помощью Я предлагаю и вижу толк большой Когда приходят сами родители И основная работа проводится с родителями Потому что все-таки они в семье находятся как вменяемые И ждать от наркомана в таком состоянии здравого смысла Это абсолютно бессмысленно И напрасная трата времени И риск потерять его Был папа Такой он пришел ко мне год назад Сказал, что у него сын употребляет наркотики Я его проконсультировал И вот потом в течение года Я его встречал в разных местах Он говорил, что у него нет денег Хотя ездил на очень дорогом автомобиле Lexus Да, и потом, когда парень разбился Умер от наркотиков Он устроил ему очень дорогие похороны Там больше двух миллионов Вы знаете, я не понимаю этого смысла Можно было эти деньги спокойно потратить на лечение Качественное, длительное Чем устраивать вот эти похороны Непонятно вот Как бы логика и душевный порыв Вроде бы родственники все понимают Все понимают Все говорят как надо А сделать не могут Не могут сказать нет Наркоману ждут вот этой соломинки Вот еще и Да, я вот тоже хочу дополнить Я тут немножко вот Ну, у меня немножко такой другой подход То есть все-таки По поводу ожидания от зависимого Если, ну, быть в контакте с человеком И, ну, родственникам правильно Сформулировать свое поведение То тогда результаты могут быть Потому что зачастую, когда Ну, зависимый обращается за помощью Там под давлением родственников Это хорошо, что если они его довели Но важно, чтобы хотя бы частично Он чего-то там желал Если он не в психозе И для этого существует у нас в диспансере Бесплатные занятия для родственников По поводу созависимости По поводу эмоциональной зависимости Которые проходят по субботам На Гоголя 35 Где наши специалисты проводят лекции И также там практические занятия Для того, чтобы помочь родственникам Взаимодействовать со своими близкими И найти к ним подход И как-то самим справляться В этой непростой ситуации Я дополню Некоторые вот родственники Как бы стесняются приходить На Гоголя 35 Вроде как наркушка Что я там буду делать Меня там может кто-нибудь увидеть Наш кабинет находится на 40 лет В ЛКСМ-19 И туда можно прийти анонимно И никто тебя там из знакомых Не будет знать, что это Потому что клиника находится В жилом доме Кабинет расположенный Поэтому все происходит конфиденциально Извините, вынуждена вас прервать Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор Очень важный вопрос Реабилитация Я так понимаю, что она достаточно длительная Вы уже, Юля, это озвучивали Расскажите, как она сегодня проходит Понятно, что есть разные виды Наверное И разные виды наркотиков люди употребляют Но тем не менее В целом не могли бы вы много нам описать ситуацию Хорошо Наше учреждение И мое отделение, где я работаю Представляют вид реабилитации Который называется медицинской И в основу этого вида Лежит восстановление психических функций Человека, который поступает на реабилитацию Психологических функций И также Здесь дается возможность Человеку, который обращается за помощью Приобрести навыки Своего поведения в жизни Как жить без употребления веществ То есть своего рода Кроме того, что человек получает Дополнительные препараты Восстанавливающие его работу Внутренних органов Кроме этого Пациенты имеют возможность Научиться Как в университете Жить по-другому И в сложных каких-то конфликтных ситуациях С близкими Или конфликтных ситуациях Любых, которые у них возникают Или просто в стрессовых ситуациях Не идти, не употреблять А оставаться трезвыми Своего рода Такой университет В котором возможно Научиться быть трезвым Жить заново Ну, в какой-то мере Жить заново Или восстановить То, что было ранее упущено И Эта реабилитация Строится на том На основе терапевтического сообщества Где Часть людей Которые проходят программу Они уже Заканчивают программу Часть где-то в середине Часть в начале И вот По принципу наставничества Давно находящиеся на лечении Помогают тем Кто В настоящее время Только обратился за помощью Основной принцип Здесь Это доброжелательное отношение К зависимым Со стороны персонала Со стороны друг друга И внимательная работа С чувством вины и стыда Потому что зачастую Просто прийти и сказать о том Что у меня есть проблема Это очень сложно Здесь много вины Стыда Вообще какой-то неловкости И Ну, просто Это трудно сделать И поэтому Наши специалисты Прошли специальное обучение Для того, чтобы Уметь работать С такими сложными моментами Когда человек пришел Ему сложно говорить про себя И его Ну, еще один основной принцип Это отсутствие принуждения И отсутствие насилия То есть все строится на том Чтобы помочь человеку осознать В то же время Чтобы это было его решение А не решение со стороны Я дополню слова Юлии Не все наши пациенты Могут пройти длительную Стационарную реабилитацию Вот у нас в кабинете Ребята проходят реабилитацию Амбулаторную То есть приезжают На короткое время днем Ночуют дома И при этом не увольняются с работы Могут работать И получать психологическую помощь Я вот, знаете За 17 лет работы в диспансере Пришел к такому выводу Что наркомания у всех не одинаковая Она разная То есть каждый пришел к употреблению Из-за разных психологических травм и проблем И вот основная, наверное Моя работа как психолога Найти эту проблему То есть самую сердцевину Скажем, или причину Злоупотребления И употребления психоактивных веществ Наркотиков и алкоголя И решать эти проблемы И в общем-то Это только дополняет Стационарную реабилитацию И повышает уровень Вообще реабилитационного потенциала Вот Всемирная организация здравоохранения Сейчас идет по такому типу Как бы основная идея Не поймать человека Сделать его здоровым А сделать качественную ему жизнь То есть улучшить качество жизни И если вот он, например Я грубо так скажу Курил в день 20 сигарет А после работы психолога Он стал курить 15 сигарет То качество жизни его Хоть немного, но уже улучшилось Но уже улучшилось Да, если, например Он в запой уходил 4 раза в год Такие длительные хорошие запои То теперь уходит Может быть 1 раз в год Это тоже наша с ним победа Что мы это смогли сделать Увеличить почти на 3 четверти Его здоровье Или время, когда он может потратить его На что-то доброе для семьи И для работы Можно я тоже хочу здесь немножко дополнить Вот важный момент Такой вот Слава сейчас говорил По поводу индивидуального подхода Это очень важно Потому что бывает приходят люди Которые говорят Ну я независимый Тогда основная цель здесь Чтобы человек начал понимать Что у него есть вредные последствия От употребления И когда он начинает это понимать Можно говорить об успехе работы Или, к примеру Еще такой вот важный подход О котором я хотела сказать Это если после лечения Человек возобновляет употребление Расценивать это не как неудачу А как этап к достижению Дальнейшей трезвости Тогда у клиента есть возможность Еще раз обратиться к специалисту Его опять же не стыдят И не винят за то, что с ним произошло Такая позиция, что Раз у тебя получилось пройти реабилитацию Или может быть не пройти ее Но ты все-таки опять обратился за помощью Это хорошо Это говорит о том, что Скорее всего у тебя получится Остаться трезвым То есть пусть маленькими шагами Да, такая тактика маленьких шагов Есть такой девиз Не важно как ты упал Важно как ты поднимаешься И вот наверное этот девиз Он и является таким краеугольным камнем В нашей работе И вот я как психолог Начинаю свою работу Прежде всего с доверия Я стараюсь не употреблять слова Наркоман, наркотики и все остальное Потому что это вот Как правильно сказала Юля Очень болезненно переживается Ну и стыдно быть понимаете Наркоман это же кто? Это человек такой, который Ну не имеет ни стыда, ни совести, ничего А это совершенно не так Потому что как и люди все разные Так и наркомания у всех по-разному развивается Да, есть сейчас наиболее социально приемлемое слово Наркотическая зависимость Или просто зависимость Характер от этого не меняется А принятие человеком того, что с ним происходит Оно увеличивается Очень важный вопрос Как вы относитесь к принудительному лечению Которого у нас в стране сейчас не существует Мне бы хотелось мнение и Юлии, и Вячеслава услышать Ну я отрицательно отношусь к насилию Особенно к насилию в отношении принудительного лечения Я считаю, что есть другие способы Благодаря которым можно достичь чего-либо Если говорить о принудительности Это скорее такой глобальный способ Короткими усилиями достичь какого-то эффекта Но и непонятно, насколько сила этого эффекта И продолжительность Здесь для меня это про недостаточную силу Ему есть альтернатива Сейчас у нас это обязательное лечение Я о нем уже говорила Там, конечно, есть часть такого принуждения Связанного с нарушением закона Но в этом случае есть поступок Есть последствия И здесь все ясно И здесь работа с личностью клиента Она идет на уровне взаимодействия Такого, будем говорить так, здравого Ну ты совершил плохой поступок Ты за него отвечаешь Вы говорите сейчас про человека, который в том числе распространял И за это есть наказание Или о какой ситуации Ну вы говорите же о принудительном лечении Да, да, да Ну в этом случае Это приговор суда Смотря, что было вынесено Если в связи с какой-то ситуацией Случай Да, если судом выносится постановление О необходимости прохождения лечения За какой-то поступок Это вполне разумно И тогда это можно расценивать Как такое здравое общество В котором есть ответственность Я дополню, я дополню Есть сейчас методики Которыми обладают специалисты И у нас в кабинете И партнеры наши Когда человека не принуждают А с ним работают Очень долго Называется это интервенция То есть приходят домой Работают с близкими С людьми, которые Ну важны что ли для пациента И это не назовешь Принудительным лечением Но это и не добровольно Как бы пациент приходит Он вынужден То есть создается такая ситуация Что он вынужден начинать лечиться И мы получается Ну вроде как без яркого Явного согласия Специальными психологическими методами Убеждаем И делаем Потом уже реабилитацию В каком-то реабилитационном центре И вот по опыту скажу Это продолжается уже Наверное Вот как с появлением Синтетических наркотиков Стали формироваться Немножко работа Видоизменилась Реабилитационных центров Так и стала формироваться Интервенция Когда пациент вроде бы и не хочет Но попадая в центр Через буквально 3-4 дня Отходит вот это вот его Ну что ли называемое Состояние острое И он потом добровольно остается Поэтому я за Недобровольную госпитализацию Ну конечно без палок Без наручников Как это было в Екатеринбурге И конечно чтобы это была Не какая-то секта А была организация Которая обладает Всеми профессиональными Навыками и методами Я бы тоже здесь Немножко хотела дополнить В отношении интервенции Ну вот я все-таки Придерживаюсь Убирать из речи Недобровольную госпитализацию И опять же Обращаться к тем специалистам Которые обладают Правильными навыками Проводить интервенцию Потому что можно ее так провести Что человек просто На глубоком страхе пойдет А если специалист обучен То вот что происходит Такое слово Оно конечно ужасно звучит Там интервенция Там белогвардеец Там красный белый Кибальчиш Там военная тайна Здесь немножко про другое Здесь про то что Человека Мы приходим в семью Это интервенция в семью С ним разговаривают И семья разговаривает С человеком так Что он У него получается Увидеть свои вредные последствия И если вот В семье Что очень важно Понимаете Вот пять человек В семье Я работал А не за И нашлась такая Когда уже я Делал интервенцию В этом кругу В семейном Нашлась оказывается Бабушка Которая давала Деньги на наркотики Которая принимала Эту девочку Наркоманку И тут невозможно было Работать Почему? Потому что была такая бабушка Использующая интервенции И работая Вот с другими членами семьи Бабушку эту Отстранили От воспитания Этой 22-летней девочки Так скажем То есть можно прийти к выводу Что если человек Не хочет сам Конечно принудить его нельзя Но Можно поспособствовать Тому что он делает И конечно Должна помогать семья В первую очередь Семья в первую очередь Люди Которые обязаны Оказывать также помощь Должна помогать семья Но не самостоятельно Собираться И долбить Своего зависимого Какой-то плохой Со специалистами Со специалистами Вот сейчас Прилетали Прилетали консультанты С Москвы И сказали Что мы сейчас Практически Группы И какие-то занятия Индивидуальные С зависимыми людьми Не ведем В остром периоде Когда они употребляют Мы работаем С семьей И вот работа Это более Благодарная Что ли Когда Мама Папа Тетя Дядя Бабушка Дедушка Знают причину Знают что Можно делать Знают чего Нельзя категорически Делать И тогда Пациент Воле-неволе Это называется Канализация Создается канал Не от того Канализация Что его выбрасывают А канализация Как канал Чтобы не было Никаких ответвлений И чтобы он двигался Именно вот в этом Прямом направлении По этому каналу Здоровья Скажем так Тема такая конечно Очень болезненная Можно говорить Очень долго на нее К сожалению Нам пора заканчивать Наш сегодняшний эфир Спасибо вам огромное Что вы пришли к нам И конечно же Огромное спасибо За то что вы делаете За вашу работу Спасибо И вам спасибо Что вы это освещаете Спасибо большое Спасибо Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин